Все чаще молодые люди хотят иметь свое дело и процветающий бизнес, но на первых шагах свои цели не знают с чего начать и сталкиваются с нехваткой знаний и опыта. Избежать ошибок новичкам помогает школа предпринимательства, которая появилась в Лобинске в конце 2019 года. Для молодых предпринимателей и тех, кто только собирается открыть свое дело, прошел семинар о мерах государственной поддержки. Мы пригласили специалистов фонда развития бизнеса, фонда микрофинансирования Краснодарского края, спикера, который расскажет о самозанятых, кто это такие, в чем плюсы и как развивать свое дело. В учреждении реализуют новый проект, направленный на популяризацию предпринимательства среди молодежи. Сейчас идет регистрация на абсолютно новый проект, который был создан по поручению губернатора Краснодарского края. Называется «Бизнес молодых», в котором могут принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, заинтересованные в ведении, открытии бизнеса, ведении своего дела. Проект абсолютно бесплатный, можно зарегистрироваться, получить уйму знаний по ведению бизнеса, где молодые предприниматели смогут получить до миллиона рублей под 0,1% годовых на открытие своего дела без залога и поручительства. Ведь у большинства возникает проблема с тем, что нет залоговой базы и поручительства в молодом возрасте, и невозможно привлечь деньги для открытия своего бизнеса. Это уникальная возможность поучаствовать в данном проекте. Молодежь Лобинского района заинтересована в этом проекте и участие в нем, поскольку это льготное финансирование от 100 тысяч рублей и до миллионов. Можно реализовать свои планы, свои проекты, бизнес-проекты, которые, возможно, у них уже есть на данный момент, либо придумать что-то с нуля. Краевые специалисты рассказали участникам встречи о всех актуальных мерах и проектах господдержки бизнеса на старте, о выгодных условиях ведения своего дела, о том, в какие центры обратиться начинающему предпринимателю за информационной поддержкой. Я уже работаю сейчас инженером-технологом на предприятии, но мне нравится шить не только то, что мы делаем у себя на фабрике, поэтому хотелось параллельно шить красивые вещи для людей, которые ко мне приходят, планирую формить самозанятость именно в этом направлении. Я хотела узнать о мерах поддержки. Вариантов много, поэтому хотелось узнать о них поподробнее сейчас, чтобы выбрать наиболее оптимальный, который действительно подходит именно для меня. Такие семинары позволяют начинающим предпринимателям и самозанятым избежать многих ошибок и вывести свой бизнес на новый уровень.